Повествование историй Сформировались особенности их повествования. Одним из первых о них заговорил американский исследователь мифологии Джозеф Кэмпл. В своей книге «Тысячеликий герой» он попытался объяснить механизм, по которому работают все когда-либо рассказанные истории. Суть в том, что все мифы, легенды и в том числе современная литература постоянно рассказывают одну и ту же историю, и мы буквально просто меняем названия, имена и места действия. Так появился мономиф – трехактная структура повествования и истории, которая объединяет разные мифы и легенды. Эта идея часто критикуется, потому что учитывает не все народы, произведения и особенности культуры, а часто просто выбрасывает неподходящие под идею сюжеты. Но все же концепция мономифа хорошо описывает принцип, по которому истории создавались и будут создаваться дальше. Поэтому его часто воспринимают как справочник. Мол, если написать книгу по всем описанным пунктам, то она обязательно станет хорошей. Но все немного сложней, хотя все же если брать оттуда какие-то этапы развития истории, то вероятность того, что она станет хорошей, будет повышаться. Поэтому книги, фильмы, мультфильмы, аниме и комиксы могут содержать в себе его элементы. При этом, каким бы универсальным Джозеф Кэмпл не видел свое произведение, оно не описывает единый принцип работы историй, а лишь создает свой, который авторы использовали и в литературе, и в работе над сценариями к фильмам. Во многом, именно кино способствовало популяризации и творчества Кэмпл. Здесь также ценятся хорошо написанные истории, самые запоминающиеся из каких подходят под этапы мономифа. Например, при создании Звездных войн, Лукасу важно было отправить Люка Скайуокера по пути архетипичного героя, то есть мономифу. И каждый фильм первой трилогии ему соответствует. Итак, как выглядят эти этапы? Первая стадия – это расставание с прошлой жизнью и миром. Здесь герой вынужден отправиться в другой мир. После того, как мы ознакомились с его жизнью до основных событий, самое время отправиться в путь навстречу приключениям. Чаще всего это какая-то точка невозврата. После нее начинается путешествие героя. Вторая стадия – это само путешествие. Тут герой встречается с препятствиями, с которыми он должен справиться, чтобы пройти дальше. Именно тут происходит важный для истории этап трансформации героя. Обретая новые знания и навыки, главный герой становится другим человеком. Третья стадия – это возвращение героя в прошлый мир. Или награда, которую он получил, пройдя все испытания. Данные стадии описывают классическую трехактную структуру повествования и часто одинаковую для всех фильмов. Отличия появляются уже если разбивать эти стадии на 12 этапов. Не все истории следуют каждому прописанному этапу. Оно и не нужно. Но суть каждый раз одна и та же. Герой отправляется в путь навстречу приключениям одним человеком, а возвращается уже совсем другим. В этом как бы и весь смысл. Испытания способствуют развитию героя, а также его раскрытию как персонажа. Так Мономиф создает историю становления героя. Например, первый Железный Человек. Несмотря на нелинейное повествование в начале фильма, мы можем определить точку невозврата, после которой Старк решает пересмотреть свои приоритеты. В фильме это момент, когда Тони попадает в пещеру к террористам и встречает там такого же ученого-заложника. Это характерный для Мономифа этап встречи с ментором, как Гендальф во Властелине колец, или Оби-Ван в Новой Надежде. Следующий этап Начала пути проходит также в пещере, когда Тони все же решается выбраться. Здесь герой определяется с его целью. Испытание «Союзники-враги». Этап, в котором Старк мастерит костюм и отправляется помогать людям. Приближение к Сакральной пещере, когда переходит дорогу Абадая Стейну. Главное испытание «Бойс Абадая». Награда И, соответственно, Возрождение. Элементы Мономифа позволяют Железному Человеку быть хорошей историей становления героя. То есть получается, что Мономиф способствует появлению хороших историй. На самом деле, да и нет. Ведь сценарий в случае исследования Мономифа будет качественным, но его ядро каждый раз будет одним и тем же. В итоге, это способствует появлению шаблонных историй с невыдающимся сюжетом. Мономиф следует использовать осторожно, и не для каждой истории он подойдет. Дело в том, что путь героя заставляет зрителя соотносить себя с главным героем. И в итоге переживать за него. Это ни в коем случае неплохо, даже очень хорошо. Только история в таком случае акцентируется только на главном герое. А все остальные персонажи подаются как его помощники. Мы получаем отличного проработанного персонажа, а фильм это история его успеха. Вполне логично будет назвать это историей избранного. Это история Люка Скайуокера, Тони Старка, Капитана Америки и Чудо-женщины. Их действительно объединяет Мономиф. Но есть и другие сюжеты, которые не повествуют о прямолинейном пути к успеху главного героя. И даже сам главный герой может быть далеко не героем. Мономиф годится для создания сказки. А далеко не все истории могут быть такими. Путь героя стал приедаться. Поэтому в последнее время все чаще можно услышать недовольство современными сюжетами. В данной ситуации Мономиф критиковать не нужно. Изначально это всего лишь попытка структурировать особенности повествования уже готовых историй. Эта структура не предназначена для написания историй и уж тем более для кино. Мономиф сам по себе заложен в нас изначально. В этой истории мы чувствуем смысл. Неосознанно каждый автор этот сюжет рассказывает. И здесь уже каждый решает сам для себя, что ему важнее. Бездумное следование каждому пункту пути героя. Или поверх него наслаивание собственных идей, делая уже полноценное высказывание. Правда сейчас появляется ощущение, словно сценаристы пираты, а Мономиф это их сокровище. Произойдут передряги, погони, драки, кровь, убийства и обман. Из-за клочка вот этой вот бумаги на ней замажет какой-то план. Также ситуация усложняется самими студиями, которые стремятся создавать фильмы по франшизам, не всегда обращая внимание на качество историй. А ведь даже используя структуру Мономифа, нужно понимать, что вы хотите этой истории сказать. Это не обязательно что-то оригинальное, но без смыслового наполнения история никому и не нужна. К примеру, относительно недавний Капитан Марвел. Казалось бы, фильм развивается точно так же, как и другие подобные. Но есть нюанс в самом сердце истории, в главном герое. Кэрл Денверс как бы проходит по всем этапам, которые должны способствовать ее трансформации. Но о трансформации в фильме нет, но она должна там быть. Фильм буквально рушится, потому что испытания даются ей крайне легко, и они никак на нее не влияют. Мы не видим того самого превознемогания над собой и попытки стать лучше, как в том же Железном Человеке. Мы не видим того, чего ожидаем от такого кино. Структура Мономифа начинает надоедать не потому, что она плохая и не годится для современных историй, а потому что чаще всего ее совершенно неправильно используют. Это эпические истории, которые будут востребованы всегда. Я что-то почувствовал. Я почти виделся. Хорошо. Ты сделал первый шаг в другой мир. Тот же Netflix, часто критикуемый за большое количество сюжетной штамповки, недавно выпустил один из лучших боевиков последних лет, Кейт. Он также имеет элементы Мономифа, но именно правильное их использование делает этот фильм настолько хорошим. В первую очередь, этот фильм не забывает, что в нем главное. Круто поставленные бои и погони. Уже во вторую история самой героини. И она тут абсолютно прекрасна. Фильм Горой наваливает на Кейт испытания, предоставляет ей новых союзников и отбирает старых. Дает ей цель, которую она достигнет или умрет. И все это нужно для того, чтобы в конце вы вместе с ней испытали тяжелое, но одновременно приятное ощущение искупления за проделанные грехи. А ведь если бы Кейт не делала бы никаких выводов и пройденные испытания не меняли бы ее мировоззрение, все это бы где-то потерялось. И мы бы уже рассказывали про этот фильм, насколько он скучный и предсказуемый. На фоне этого забавно наблюдать за неудачами в плане сюжета и вообще качества фильма у крупных студий, создающих тонны фильмов по франшизам. Капитан Марвел получился бы таким же отличным фильмом, как Новая Надежда, Властелин Колец, Железный Человек, Трон Наследия, Гарри Поттер и Философский Камень и другие фильмы, которые используют в своей основе путь архетипичного героя. Но в отличие от этих фильмов, тут авторам нечего вам сказать. Это же касается новой трилогии Звездных Войн и поделки Мулан. Фильм создает не придуманная сто лет назад сюжетная структура, а люди. И как бы не хотелось объяснить плохие истории заезженным мономифом, их качество всегда будет зависеть от идей и посылов, которые автор в них вкладывает. В итоге, хотелось бы сказать, что не так и важно, используют фильм какие-то популярные сюжетные структуры, штампы, клише или нет. Все зависит от того, как именно это делается. Плохие истории были и будут всегда. научиться немного лучше замечать хорошие. Пытаться самим меньше относиться к кино потребительски и допустить одну маленькую мысль, что кино – это далеко не всегда только сюжет и сценарий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok